Фондовый рынок США в пятницу 16 декабря закрылся снижением ключевых индексов. На рынке наблюдалась фаза неагрессивной фиксации прибыли по длинным позициям. Поводом для отката с исторических пиков стали неоправдавшие ожидания данные по выручке Oracle, сохранение негативной динамики на рынках металлов, а также фиксация прибыли по акциям финансового сектора. Высокотехнологичный индекс NASDAQ Composite упал на 0,36% до отметки 5 437,16 пункта на фоне снижения котировок акций Xilinx, Semantic, Autodesk и Seagate. В то же время промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,04% до уровня 19 843,41 пункта. Наибольшее отрицательное влияние на него оказали акции банков Goldman Sachs, JP Morgan Chase и производители тяжелой техники Caterpillar. Индекс S&P 500 опустился на 0,18% до значения 2258,07 пункта. Снижением в его отраслевом спектре выделились субиндекс финансового сектора и индекс сектора информационных технологий. Однако пятничное снижение не помешало Dow Jones Industrial Leverage зафиксировать подъем по итогам шестой недели подряд, чего не происходило более года. За пять дней индикатор прибавил 0,4%, в то время как Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились примерно на 0,1%. Давление на рынок, начиная с середины прошлой недели, оказывал подъем ключевой процентной ставки в США, а также повышение американских МЦБ прогнозов в отношении размера ставки на ближайшие три года. 100 данных, опубликованные в пятницу, указали на резкое падение количества новостроек в США в прошлом месяце. Число домов, строительство которых было начато в ноябре 2016 года, сократилось на 18,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,090,000. Акции промышленно-технологической корпорации Hanwell International подорожали в пятницу на 2,74 доллара, несмотря на ухудшение ее прогноза были на четвертый квартал текущего года, а также слабые прогнозы на 2017 год. Так, прогноз прибыли на текущий квартал был ухудшен до 1,74 доллара на акцию с ожидавшихся ранее 1,74 доллара – 1,78 доллара на акцию. В 2017 году по оценкам Hanwell ее прибыль составит 6,85 доллара – 7,10 доллара на акцию. Бумаги Oracle потеряли в ходе пятничных торгов 4,3%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения во втором квартале 2017 финансового года сократил чистую прибыль на 7,5%. При этом выручка выросла благодаря хорошим результатам облачного бизнеса.